Далее эфир телеканала Хабар 24 продолжит прямая трансляция из Шымкента, где накануне был обнаружен, зафиксирован первый летальный случай от COVID-19. Слово представителям Управления общественного здоровья. Управления общественного здоровья. Управления общественного здоровья. Управления общественного здоровья. В Шымкенте от коронавируса зарегистрирован летальный случай. Больной 1962 года рождения. Проживал в селе Рабат Казгурского района Туркестанской области. Работал водителем грузовика. Во время маршрута Казнак-Павлодар-Караганда-Новосибирск остановлен транзитом в блокпосте в Бозар-Городе Шымкенте 11 апреля. Жалобами на одышку и высокую температуру пациента госпитализировали скорой медицинской помощи в инфекционную больницу. В инфекционной больнице в связи с тяжелым состоянием больного госпитализировали в реанимационное отделение и подключили к аппарату ИВЛ. Больной состоял на диспансерном учете с артериальной гипертензией. Пациенту в соответственном протоколе лечения проведены необходимые лечебные мероприятия. Неоднократно проводилась консультация с республиканскими специалистами. Несмотря на проводимое реанимационное мероприятие, сегодня 7 утра пациент умер. Сын, находившийся в контакте с больным, изолирован и госпитализирован в инфекционный стационар. В городе Шымкент на 14 апреля загистрирован еще один случай коронавирусной инфекции. Пациентка, жительница города Шымкент, 2000 года рождения, 13 апреля прилетела авиарейсом в Паршавах-Тюбе-Шымкент. Пациентка была сразу госпитализирована в карантин. 14 апреля по лабораторным исследованиям показал положительный результат. Прилетевшие вместе с пациенткой одним рейсом 9 пассажиров и 2 бортпроводника, изолированные в карантинный стационар. На сегодняшний день в городе Шымкент зарегистрировано 39 случаев коронавирусной инфекции. Из Шымкента, где сегодня скончался пациент от коронавируса, была на прямой связи Айгуль Бекпаула, заместитель руководителя городского управления здравоохранения. Субтитры создавал DimaTorzok